В эти минуты в международном аэропорту Ташкент идет торжественная подготовка к встрече с сборной Узбекистаном, принимавшей участие в пятых играх исламской солидарности. И прямо сейчас с нами на связи моя коллега Дельфуза Мадаминова. Дельфуза, здравствуйте, расскажите об атмосфере, царявшей в воздушной гавани. Здравствуйте, Кристина, спасибо. Но хотелось бы отметить, что аэропорт это вообще то место, где всегда многолюдно, где много встречающих, а сегодня здесь еще и много болельщиков и тех, кто любит футбол, и не только, и волейбол, и другие виды спорта, и тех, кто наблюдал за пятыми играми исламской солидарности. Вот сейчас здесь идут последние подготовки, совсем скоро прилетит сборная, ждут рейс из Коньи в Ташкент. Хотелось бы отметить, что наши спортсмены показали триумфальную игру в различных видах спорта, а именно это были 24 вида спорта. Тем самым у нас 158 медалей, 51 из них это золотая и второе место в общем зачете. Если говорить о программе встречи, то сейчас прилетит сборная Узбекистана, здесь пройдет небольшая торжественная часть, также предусмотрена концертная программа. А потом наши спортсмены сядут в даблбекеры, это всем известные автобусы, и проедутся по улицам Узбекистана, точнее столицы, и могут пообщаться со своими поклонниками, со своими болельщиками. Последняя точка это национальный олимпийский комитет, вот сейчас мы видим, идут последние подготовки, а девиз этого мероприятия новый Узбекистан, новые победы. Если говорить о самих спортивных состязаниях, то они проходили в городе Конья Турция с 9 по 18 августа, и каждый день приходили очень хорошие новости о победах наших спортсменов. Больше всех медалей у тяжелоатлетов, это 24 медали. Если в целом говорить об участниках, то это 65 стран, и было разыграно 355 медалей. И еще раз напомню, что 158 медалей у нашей страны. Вот сейчас вы видите, как проверяют звук. Уже пришли сюда, если можно, камера покажет, уже пришли сюда болельщики, которые наблюдали за играми. Напомню, что каждый день на телеканале Узбекистан 24 можно было увидеть репортажи, посвященные играм исламской солидарности. И каждый день мы говорили о победах, которые приходили с города Конья. В эти минуты мы продолжаем следить за развитием событий и другие подробности, и общение с нашими победителями и участниками игр исламской солидарности в наших последующих информационных выпусках. Спасибо. Спасибо, Адильфу, за вам, за информацию. Мы продолжаем следить за развитием событий с таким же нетерпением, как и все болельщики. И к этой теме вернемся в наших следующих информационных выпусках.